Янина старший преподаватель кафедры общей психологии Санкт-Петербургского государственного университета. Также работала как маркетолог и тренер в IT и фитнес-бизнесах, а в последние полтора года занимается организацией работы коллектива психологов, лингвистов, программистов и специалистов по анализу данных в рамках проекта «Стресс, здоровье и психологическое благополучие в социальных сетях». Янина нам расскажет, как ученые используют социальные сети для сбора данных и, в частности, об исследовании темных личностных черт пользователей Фейсбука. Здравствуйте, я очень рада быть в ITMO, давно мечтала, никогда не была. Спасибо за приглашение. У меня есть привет Виталию от блондинки, я не могла удержаться. И у меня есть к Сергею, который предполагал, на чем основан эффект астрологии и астрологических прогнозов. Тоже пару комментариев, тоже не могу удержаться. В принципе, исходя из того, что он сказал, можно сказать, что работают, и это уже даже показано, так называемый эффект Барнума. Может быть, вы о нем слышали. Когда человеку предъявляют случайное описание чего-нибудь и говорят, что это про козерога, узнаешь, узнаю, говорит человек. И так всем предъявляют одно и то же описание, себя козероги, весы, все узнают. А эффект Барнума, он срабатывает, что-то вроде плацебо такого психологического. И также срабатывает, если говорить про бабушек и тетушек, как мне кажется, эффект самоуполняющегося пророчества. Если они ожидают этого от ребенка, потом это постепенно начинает складываться. Вот что я хочу сказать. Я не знаю, насколько популярным получится мой доклад. Я хочу поговорить о серьезной проблеме с вами. И в моем докладе есть для психологов, для тех, кто интересуется хоть как-то психологическими исследованиями, три стороны. Да, спасибо большое. Сторона методологическая, связанная с тем, что вот теперь постепенно мы другие подходы исследовательские начинаем использовать. Сторона методическая. Я вам поведаю о том, как мы проводили, на мой взгляд, насколько мы знаем, с нашей командой первое российское исследование большого количества пользователей Facebook и с использованием API-приложения. И, в принципе, третья сторона разговора о содержательном таком, содержательной новизне. Не так давно в психологии начали исследовать вот эти темные стороны личности и разные неприятные особенности человеческого поведения. Итак, методическая, методологическая и содержательная новизна, я надеюсь, вам откроется после моего доклада. Вот хочется вам такой вопрос задать. Я видела тут студентов психфака. Наверное, есть еще люди, которые знают что-то о психологических исследованиях. Каков портрет среднестатистического участника психологических исследований? На ком психологи в основном делают свои исследования экспериментальные, опросниковые, еще какие-нибудь. Студенты третьего курса? Случайные прохожие? Знакомые? Ну, случайных прохожих и знакомых. Значит так, знакомые, понятно, что их не так много, но можно этим пользоваться. Случайные прохожие? Есть некоторые исследования, когда наивных случайных прохожих собирают в небольшие эксперименты, тоже большую выборку не наберешь. А вот такие большие выборки, например, опросные, прав был, почти прав, кто сказал про студентов третьего курса. На студентах второго курса обычно делаются исследования психологами во всем мире. Такова история, традиция, это правда так делается. И таким образом получается, что те достаточно смелые обобщения, которые делаются на основании исследований психологов, на самом деле не так-то справедливо генерализовывать. Они собраны на специфической выборке. Есть даже шутка, давно сформировавшаяся среди психологов, о том, что типичный представитель этой выборки, на которые делаются исследования, и эти результаты потом распространяются на всех, это weird people. W-E-I-R-D. Причем это weird, это аббревиатура. Western, educated, industrialized, rich and democratic. Еще и девушки обычно. И вот чтобы отойти от этого пагубного, но такой способ набора выборки просто обусловлен доступностью, и так даже называют это, доступная выборка, на которой получаются эти данные. И чтобы отойти от этого, начали задуматься над тем, как иначе начать использовать, иным образом начинать проводить исследования. И тут, как назло, или как здорово случилось так, что подоспели социальные сети. Да, вот я еще хочу обратить внимание, что данные, которые у нас здесь с вами будут, озвучены в конце, особенно они еще пока нигде не публиковались. Я участвую в проекте с таким длинным наукообразным названием. На самом деле, что мы хотим делать? Мы хотим анализировать особенности личности пользователей. Фейсбука, те реальные данные опросников, которые люди заполняют, также они дают согласие насчет того, что мы можем скачивать их посты, и мы анализируем тексты их постов. И вот на основе анализа особенностей текстов постов, сопоставления их с данными личностных опросников, мы строим модели, которые отражают в текстах особенности личности, и затем планируем, в принципе, на основании только анализа текстов постов предсказывать, что за человек перед нами. Мы не первые пошли по этому пути, я скажу об этом позже, кто уже этим занимается в мире, но сейчас это достаточно новое направление психологии. Несколько слов о нашей команде. Нашим проектом руководит Олег Спектор, он работает в Кембридже, и сейчас работает в СПБГУ, и он занимается исследованием социальных сетей, построением моделей на основании анализа лайков страниц и профиля личности. У нас есть коллеги, которые занимаются анализом данных, программисты, специалисты по темной стороне личности, лингвисты, и я в основном организую этот проект. Что хотелось сказать. Вот такая красивая метафора находится в Карлсруе в Германии, в Музее медиатехнологий, и разговор о том, что, возможно, Третья мировая война разворачивается в интернетах, я думаю, не мы начали. Что еще важно, что интернет и предоставляет нам огромное количество, особенно социальные сети, реальных данных о реальном поведении реальных людей. Вот за полдня, это тоже скриншот экрана из этого музея, который достался от одной моей знакомой, которую я увидела в инстаграме. И вот в мире за полдня столько информации прибавилось, и все это тоже можно анализировать. Несколько вопросов о том, уже ответов я не успела вас спросить. Итак, самые популярные российские социальные сети и количество миллионов людей, которые в них заседают. Это не наши данные, это данные ТНС веб-индекса. Итак, самая популярная сеть ВКонтакте, ура, 40 миллионов человек, Одноклассники, 30, Фейсбук, чуть больше 20. Количество людей уменьшается, Инстаграм фантастически растет, Твиттер тоже так довольно бодро себя чувствует. И все мы там находимся, и все мы предоставляем разные данные разным исследователям. Мы сосредоточились на Фейсбуке, просто в силу того, что мы собираемся исследовать еще американскую выборку в этом году и хотим сопоставлять от особенностей российских и американских пользователей, нам пришлось обратиться к Фейсбуку. Что интересно, в основном почти все социальные сети немножко женские. Как вам кажется, какая социальная сеть самая женская? Инстаграм, особенно в России, совершенно верно. А какая социальная сеть, ну, минимально женская? ЖЖ. Там 51, что ли, процент мужчин на 49% женщин. Это самая мужская социальная сеть из тех, которые есть. Что интересно, Фейсбук не очень равномерно представлен по регионам российским. Москва, внезапно Алтай. Вот так нашли, опять же, не мы, а ТНС вебиндекс. Мы видите, что Петербург тоже присутствует, Ярославская область, Калининград, Северная сеть, внезапно, и восточная часть страны. Итак, это люди, которые находятся в Фейсбуке. И там есть эти слайды, я взяла из открытых источников, на слайд-шерах их можно найти. Если проанализировать общие тенденции социальных сетей, то они вот таковы. Инстаграм растет, Фейсбук растет в России, используется в основном для деловых всяких контактов. Исследуются в том числе сайты с отзывами. И вот Твиттер рос-рос, потом немножечко перестал. Вообще российский Твиттер, он очень странный. Он очень отличается от мирового Твиттера, потому что там сидят, например, подростки, просто обычные люди, у нас почему-то там сидят политики и боты. И, например, мы думали исследовать Твиттер, но потом передумали, потому что поняли, что он очень нерепрезентативен. Кто из вас сталкивался с троллингом в социальных сетях? Ну, скажем так, есть три стороны троллинга. Жертва, свидетель и агрессор. И не буду спрашивать, кто из вас в каком ключе там находился, но я видела поднятые руки. В общем, понятное дело, что мы как минимум свидетелями все могли когда-то оказываться. И в том числе этому посвящено отчасти наше исследование. Есть еще один такой очень важный для психологов конструкт — субъективное благополучие. Это тоже один из параметров нашего опроса. Это субъективное ощущение счастья, общей удовлетворенностью с жизнью. Если очень просто, то, по словам очень известного психолога Марсина Зелегмана, это положительные эмоции, которые сочетаются с эффективной деятельностью. Человек благополучен тогда, когда он доволен жизнью и у него положительные эмоции превалируют. И есть такие страны благополучные. Например, Астралия, но не только она. Например, Исландия, например, Дания. Они озабочены тем, насколько хорошо живется их жителям. И они проводят даже скрининговые опросы среди населения, посвященные их благополучию. И еще одна важная сторона, совсем недавно возникшая в психологии, сторона нашего исследования, к которой мы обратились, это исследование так называемых темных черт личности. Есть неклинический нарциссизм, потому что про нарциссическое отклонение в развитии личности говорят клинические психологи. Здесь речь идет о не диагнозе, а о неклиническом нарциссизме. Я позже скажу о его чертах. Макеавелизм и неклиническая психопатия. Опять-таки не такой вид психопатии, который связан с полностью дезадаптированным поведением человека. Тем не менее, эти три темные черты, как открыли эти канадские психологи, очень часто встречаются в паттернах поведения людей, которые ведут себя асоциально. Итак, что является основой этих темных черт? Отсутствие эмпатии, то есть неспособность чувствовать эмоции других людей и понимать их, и склонность манипулировать. Плюс есть свои нюансы. Нарциссы очень часто озабочены тем, насколько они хорошее впечатление производят в других людях и очень любят быть крутыми и круче всех, причем казаться скорее. Совсем не обязательно это подтверждается реальными результатами их работы. Модель шоколадного торта — это когда он такой сладкий, он такой классный, приторный, и всем говорит об этом, какой он, но через некоторое время общение с нарциссом на работе или если это ваш друг, становится как-то уже чрезмерно, и хочется водички попить. Маккевелизм — это сторона, чаще бывает присуща мужчинам, более высокие показатели встречаются у мужчин. Это цинизм, отсутствие импульсивности, и такие манипулятивные тенденции. И психопатия, опять-таки, не клиническая психопатия, это просто психологическая такая социопатическая черта, связанная с бесстрашием, доминантностью, импульсивностью, бедностью эмоций и некоторым таким социальным поведением и агрессией. Итак, что я обещала сказать, кто еще исследует социальные сети с точки зрения поведения реальных пользователей и сбора данных там. Есть такой польско-кембриджско-стэнфордский психолог-математик Михаил Косинский, у него есть сайт, на котором он собирает результаты больших опросов, большого количества людей через социальные сети. У него даже есть специальные сайты, на которых уже запрограммированы хорошие психологические опросники, которые можно заполнить, получить обратную связь, но регистрироваться она через свой аккаунт в Фейсбуке, и заодно они вытаскивают твои данные из твоего аккаунта, но ты получаешь обратную связь от тебя от профессиональных психологов. И вот что хочется сказать, что тут, опять же, мы не первые, но, тем не менее, существует статья, и она не одна, я провела просто скриншот, автоматическая оценка личности через social media language, через язык, использующийся в социальных сетях. Вот этим путем мы примерно и пошли. Повторяю, что мы хотели сделать. Что мы использовали? Мы использовали приложение, сделанное на основе API Фейсбука, в котором люди отвечали на вопрос и получали некоторую обратную связь от себя. Мы забирали некоторые данные их профилей и тексты их постов немного. Одну стену. Там был ряд психологических опросников. Самые простые, так называемые, демографические. Опросник об опыте переживания насилия в оффлайне и в онлайне. Особенности последствий переживания какого-то травматического воздействия. Опросник, связанный с изучением благополучия, который придумала Всемирная организация здравоохранения. Там всего пять вопросов, очень коротких. Я чувствую себя бодрым и в хорошем настроении. Я чувствую себя спокойным, раскованным, активным, энергичным и так далее. Темная триада. Вот как мы узнаем, кто такие нарциссы, макеевелисты и психопаты. Нарциссы — это такие люди, которые отвечают на вопрос «Окружающий считает меня прирожденным лидером». Макеевелисты — это люди, которые отвечают на вопрос «Положительно глупо раскрывать свои секреты». Психопаты — это люди, которые отвечают положительно на вопрос «Кто меня заденет, тот пожалеет об этом». И еще одна темная сторона человека — так называемое моральное отчуждение, склонность приписывать всякие рациональные и положительные объяснения с всяким своим неблаговидным поступком. Там было всего восемь вопросов, но эти вопросы мы тоже задавали нашим пользователям. Я сейчас это быстро пролистаю, потому что я не сильна в лингвистике. За это отвечает у нас Полина Панищева. Но она нормализовала формы слов русского языка, потому что это довольно сложно. Русский язык сложен для такого автоматического лингвистического анализа. И затем специальным образом она сопоставляла тексты, вот эти нормализованные уже слова, встречающиеся в текстах разных людей, в зависимости от того, какой процент у них был ответов высоких, например, по благополучию, макеевелизму, психопатии и нарциссизму. Что мы получили через API? Очень немного на самом деле. Мы долго боролись с юристами Фейсбука, которые очень суровые, которые нам не разрешали почти ничего получить через API, и наше программное обеспечение, которое его использовало. Но вот эти данные мы получали. Что мы сделали для того, чтобы собрать эти данные? Мы создали специальную страницу в Фейсбуке. Дальше мы завели рекламную кампанию и потратили некоторое количество денег, я вам даже скажу, какое, для того, чтобы собрать эти данные. Это вот так мы тратили денежки. Мы потратили совсем немного денег, 75 тысяч рублей за две недели. И клик один стоил у нас 3,5 рубля. То есть наше приложение показывалось всем русским людям в Фейсбуке. Может быть, даже кому-то из вас оно прилетало в ленту в ноябре 2015 года. И в итоге кликающие, не все кликающие до конца заполняли все наши опросники, но из тех, кто заполнил, в итоге мы получили около 8 тысяч данных за 75 тысяч рублей. Когда почистили, у нас получилось около 7 тысяч данных. В общем, одна готовая анкета стоила 11 рублей. Это очень круто. Потому что по данным американским, куда дороже стоит получить данные через американский Фейсбук, тоже с такой же оплатой рекламы. Вот такое могло вам прилетать. А может, еще прилетит, мы еще будем проводить исследование. У нас суровый челябинский дизайн, но он отлично сработал. Вот так примерно выводилась обратная связь. В такой форме примерно людям вопросы предъявлялись. Что интересно. А мы, если вы помните, видели, что в русском Фейсбуке женщин примерно 60%, мужчин примерно 40%. Но из тех, кто согласился ответить на вопрос нашего опросника, женщин было больше 70%. Вот в этом фейсбуке показано, кому наша реклама была предъявлена. В принципе, около 200 тысяч человек увидели наш опросник. Около 20 тысяч кликнули. Ну и вот около 7-8 тысяч в итоге ответили на все до конца. Это секретные бухгалтерские данные. И, как говорят специалисты в маркетингу, то, что у нас 30% примерно был completion rate, это почти что сказка. Нам говорили, что у нас будет около 3 или 5%. То есть люди заинтересованы, те, кто участвовал в нашем опросе, им почему-то захотелось в этом поучаствовать, они дошли до конца. Итак, столько мы получили данных. Это для психологов уже практически big data, потому что не так много исследователей могут позволить себе набрать такое большое количество респондентов с довольно серьезными психологическими опросниковыми данными. О чем хочется рассказать? Ну, самые простые вещи, так называемые описательные статистики. Во-первых, это мальчики, это девочки. Девочек крайне много, по крайней мере, те, кто хочет поучаствовать в исследовании и получить у себя обратную связь. Это наше распределение по возрасту, и мы видим, что серединка — это 45 лет. То есть тот российский Facebook, который, по крайней мере, поучаствовал в нашем исследовании, — это женщина 45 лет. Ну, вот такие данные у нас получились. Какие есть? На самом деле распределение от 18 до 85 по возрасту. Есть так называемая гауссиана. Она у нас в некоторых местах очень красивая получилась, в некоторых не очень красивая. Это нормальное распределение показателей нартесизма. Если люди в целом могли ставить оценки от 1 до 5 по 9 вопросам, средние 3, вот у нас среднее примерно получилось. Но я потом еще расскажу, в чем отличается наш выборок и, например, других выборок. Тоже нормальное распределение макеавелизма. Не совсем нормальное. А распределение показателей психопатии — это нормально. Не каждый человек признается в том, что он дерется и пожалеют те, кто с ним связался. Это вполне естественная социальная желательность. И вообще у всех мировых данных по психопатии она представлена ненормально распределенно, а скошенной к левому полюсу. А это благополучие. Нам хочется быть благополучными, и нам хочется выглядеть благополучными. Хотя надо сказать о том, что в развитых странах по этому опроснику люди получали другое количество баллов, более высокое, чем получено было у нас в России на пользователей Фейсбука. То есть у нас тут 60, среднее из 100. Я потом позже покажу. Например, у датчан 70, у австралийцев, там есть, помните, тоже 7,75 был. У нас не очень высоко. Если баллов меньше, чем 50, человека уже можно подозревать в наличии депрессивного состояния. То есть мы так между депрессией и Австралией находимся. Это совсем ненормальное распределение показателей агрессии в интернете. Вы видите, что люди в основном нет отвечали, были ли они агрессорами. И показатели посттравматического синдрома тоже невысокие. Ну, хорошо. А что у нас получилось? Вот тут присутствуют данные мужчин и женщин. И мы видим, что у мужчин показатели макеевелизма повыше, чем у женщин. Это согласуется с мировыми данными. И показатели психопатии тоже так сильно выше, чем у женщин. Вообще мужчины чаще признаются в своих негативных чертах. Женщинам это гораздо труднее сделать. В общем, мы эти данные подтвердили. Показатель нарциссизма одинаковый примерно, и, надо сказать, довольно высокий. Если сравнить наши данные, полученные в интернете, данные Марина Сергеевна Егорова из МГУ, полученные в офлайне, и несколько данных канадских исследователей, у нас очень высокий нарциссизм. Ну как, не очень, но выше, чем у коллег, у женщин и у мужчин, и особенно у женщин, пользователей Facebook, которые хотели участвовать в нашем опросе, какой-то повышенный нарциссизм, желание производить впечатление, казаться замечательными, прекрасными, самыми лучшими и самыми успешными. Интересные показатели субъективного благополучия. Смотрите, зелененькие — это женщины, синенькие — это мужчины. Вообще-то мужчинам в России жить чуть-чуть получше, чем женщинам, по субъективным переживаниям благополучия и довольства жизнью, если только вы не студент. Студентам девочкам немножко лучше живется, чем студентам мальчикам, но, посмотрите, им в целом живется очень худо. Они несчастнее пенсионеров, они несчастнее домохозяек, они несчастнее людей, работающих на дядю, а самые счастливые люди, работающие на себя. Показатели по возрастным категориям. Самые счастливые в России — начинающие пенсионеры. Это тоже благополучие. Продолжающие пенсионеры — ну так ничего, а самые несчастные — молодые люди. Там у нас были студенты, мы у них демографические данные спрашиваем. Здесь возрастные студенты. У нас вообще близкие к депрессии, вы посмотрите. Ну то есть молодежь близка к очень низким показателям. Здесь они просто в числах представлены. Вот студенты 52, ниже 50 депрессии, а работающие на себя, в общем, работайте на себя, приближаются к Австралии и Дании. Ну, опять же, по данным наших пользователей, не так смело их можно распространить на всех, но можно. Вот как я сказала, по этому опроснику, средний показатель в России — 60 баллов, в Исландии — 64, в Дании — 70. Дания — одна из самых счастливых стран. И что интересно, это уже такие психологические тонкости, но они любопытные. Вообще-то есть данные о том, что нарциссы, поскольку они стремятся показать, что у них все хорошо, они и субъективное благополучие свое преувеличивают. Вот если мы возьмем людей с более низким нарциссизмом и с более высоким нарциссизмом внутри нашей выборки, смотрите, как различаются показатели субъективного благополучия. Если у вас высокий нарциссизм, вы будете констатировать с большой вероятностью этот факт, что вам живется прекраснее. И несколько слов о киберагрессии, вот об этом опыте нападения других людей в социальных сетях. Вот примерно один раз «да» надо было ответить примерно на такой вопрос. Что мы видим? Значит, синенькие неагрессивные, красненькие агрессивные. Те, у кого высокая психопатия, с большой вероятностью будут киберагрессорами в социальных сетях. Нарциссы тоже могут. И те, у кого отчуждение моральной ответственности, то есть привычные способы объяснять благовидными предлогами свои неблаговидные поступки, у них тоже велик шанс вести себя агрессивно в сети. Самые спокойные нарциссы. Им скорее важно, чтобы они были благополучны и выглядели хорошо. Они не очень сильно склонны к агрессивности в сети. А вот это слайд о вреде Фейсбука. Здесь представлена частота нахождения в Фейсбуке и, соответственно, киберагрессия. Если вы заходите в Фейсбук реже, чем один раз в день, вы не будете агрессором. А если вы заходите в Фейсбук несколько раз в день или находитесь в нем постоянно, вероятность того, что вы будете вести себя агрессивно, серьезно улучшается. Не ходите в Фейсбук. И на сладкое результаты лингвистического анализа. У нас есть первый забор неводом слов, которые коррелируют с показателями темной триады. Вот это любимые слова психопатов. Честно. Вот это любимые слова нарциссов. И там еще будет итоговый слайд. Вы все сразу сфотографируйте. Они такие вот. У них такое раздутое я. Вот это, интересно, нелюбимые слова макивилистов. Макивилисты такие люди, которые всем манипулируют и хотят достичь каких-то своих далеко идущих целей. У них нет любимых слов. У них есть только нелюбимые слова. Они манипуляторы. Они ничего не используют в прямой, но реже всего люди с макивилизмом использовали вот такие добрые и светлые понятия в своих фейсбуковых высказываниях. Вот есть одна положительная корреляция. Россия. Причем на английском. Итак, подводя итоги. На нашей выборке, собранной на русском фейсбуке, напоминаю, среднестатистически так получилось у нас, это женщина 45 лет. Причем из любого географического региона. Индекс субъективного благополучия у российского пользователя фейсбука достаточно низкий. Особенно у женщин и студентов. Уровень нарциссизма высокий, больше, чем у сопоставимых выборок. Правда, те выборки были у оффлайновой и у нас онлайновая, но он у них высокий. У мужчин высокий уровень макивилизма и психопатии. Это, в принципе, согласуется с мировыми данными разными. Случаи киберагрессии чаще всего бывают у тех, кто в фейсбуке бывает чаще. У кого выше психопатии, и, соответственно, что логично, с одной стороны, но очень приятно это увидеть на своих собственных данных. Высокий уровень отчуждения моральной ответственности. Вот любимые и нелюбимые слова, самые высокие корреляции набравшие у нарциссов-психопатов и антилюбимые у макивилистов. Вы сфотографировали? Фотографируйте скорее. Данные еще не опубликованы. Что мы планируем делать? Мы планируем в этом году собрать данные на американской выборке. На самом деле мы хотим еще провести исследование на русских. Знаете почему? Мы собирали это все во второй половине ноября. Вдруг все были несчастные просто потому, что это была российская такая серая полуосень-полузима. И мы думаем собрать еще данные летом. Если вам вдруг в ленту попадется наша чудесная челябинская реклама, участвуйте. Дальше собираемся углубляться в анализ лингвистических параметров и сопоставлений с психологическими. А совсем в идеале думаем построить модели, которые будут предсказывать особенности личности на основании анализа только данных поведения вербального, словесного. У нас вышло несколько публикаций, совсем немного, но они уже есть. Если очень хотите, можно написать письмо, есть мой e-mail, наверное, у организаторов будет презентация. И спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ